Чебоксары Алия чемпионов Чувашии на Чебоксарском заливе Так и тянет посчитать звезды в компании симпатичной девушки Но пришли мы сюда не за этим Сегодня мы здесь для того, чтобы помочь подрастающему поколению В изучении других звезд, звезд спорта Вот она, наша первая звезда Арделион Игнатьев 50 лет назад, в 1952 году он первым из чувашских спортсменов Добился права участвовать в Олимпийских играх Практически Юрий Гагарин Олимпийского движения Чувашия Арделион Игнатьев родился 24 ноября 1930 года В деревне Новая Тедерякова Яльчикского района Чувашской республики Заслуженный мастер спорта СССР Участник 15-х Олимпийских игр в Хельсинки Бронзовый призер 16-х Олимпийских игр в Мельбурне В беге на 400 метров Чемпион Европы 1954 года 15-ти кратный чемпион СССР 16-ти кратный рекордсмен страны 1952 год 15-ти летние игры в Хельсинки Ознаменовываются дебютом советских спортсменов на Олимпиаде Кстати, игры до сих пор можно считать формально незакрытыми Тогдашний председатель МОК Зигфрид Эдстрём К которому было 81 год Забыл после торжественной речи произнести фразу Объявляю, игры 15-й Олимпиады закрытыми А без этих слов считается, что Олимпиада как бы до сих пор и не финишировала И продолжаются вот уже на протяжении полувека Советские спортсмены в Хельсинки завоевали 22 золотых медали Став вторыми в неофициальном командном зачёте Уступив американцам, которые по высшим наградам выиграли у дебютантов чуть ли не в два раза Атлеты США в Финляндии добыли 44 золота На мой взгляд, в 52-м году, конечно, было сложнее, гораздо сложнее, чем в 56-м Первая Олимпиада, дебют Надо сказать, что многие из участников Олимпийских игр были участниками войны Был такой гимнаст Чукарин, он даже был в плену И он выступал на Олимпийских играх в Хельсинки и выиграл не одну, а несколько золотых медалей Юрий Сергеевич Чукалов, олимпийский чемпион в одиночке Блокадник, он прожил в Ленинграде всю блокаду Зыбина такая была, толкательница ядра Она так же, как Чукалов, она во время блокады жила в Ленинграде Конечно, это всё оставило свой след Но эти люди были мобилизованы Они, конечно, ставили всё на то, чтобы выиграть Олимпийские игры Улица Ленинградская, вот здесь раньше находилась Чебоксарская школа номер один Теперь торговый комплекс Но нас интересует двор выше по этой улице, где живёт Николай Скородумов Бывший в 60-х, 70-х годах прошлого века Председателем Республиканского комитета по физической культуре и спорту Он же составитель энциклопедии спорта Чувашии Скажу честно, что при создании данной программы мы неоднократно заглядывали в эту книгу Более того, напросились в гости к автору Николай Скородумов родился 14 августа 1925 года в деревне Крылово-Парецкого района Ветеран Великой Отечественной войны В 1963-1975 годах председатель Республиканского комитета по физкультуре и спорту Автор Чувашской спортивной энциклопедии Он в 1952 году был спортсменом-перворазрядником до мая месяца Их собрали, его со сбора даже числяли Говорят, слушай, ты чего приехал? Сельский парень, как питание поставили Он вместо того, чтобы худеть, стал выполнять Говорят, слушай, давай Был такой случай И вот когда он на одном из соревнований выполнил норму мастера спорта В мае Потом он в мае же установил рекорд Советского Союза Это еще до выезды на Олимпийские игры Вот тут сначала от него отказывались тренеры Большие, московские, там прочее-прочее А когда один из ленинградских тренеров Зайцев был такой хороший тренер Он говорит, слушай, нравится мне в этом парне Тут у него изюмин какая-то Я такая, говорит, ну не понимаю в чем Ну, говорит, я его помогу потренировать Вот он взял тебя за него И он сразу в Олимпийскую команду Когда он бежал в предварительные соревнования На Олимпийских, там же предварительные Зайцев Он сразу рекорд один установил Потом в следующем опять рекорд установил Два рекорда ведь Советского установить на Олимпийских играх Это не каждому дано Вот так Ордельон сразу у нас и пошел 1956 год Чебоксары, население столицы республики Приближается к 100 тысячам Ну а сама Чувашия приближается к своей первой Олимпийской медали В ноябре в австралийском Мельбурне стартуют 16-летние Олимпийские игры В финальном забеге на дистанции 400 метров Участвует действующий чемпион Европы Советский легкоатлет Ордельон Игнатьев Которому в день решающего старта Исполняется 26 лет 400 метров это меньше чем от памятника Гагарину до национальной библиотеки Всего лишь полторы остановки Но для кого-то это сама судьба Итак попробуем рассказать о ходе исторического для Чувашского спорта забега Используя ориентиры по главному проспекту Чебоксар Проспекту Ленина Итак на старте резво начинает фаворит гонки Американец Лу Джонс Ордельон Игнатьев пускается за ним в погоню стараясь не отставать После 200 метров дистанции Если считать от памятника Гагарину То это чуть дальше чем кинотеатр Мир Луксор Ордельон Игнатьев настигает Финна Херстена И другого американца Дженкинса 350 метров До золота осталось 50 метров Но тут начинается расплата советского легкоатлета За слишком резвый старт Американец Лу Джонс Находившийся не в лучшей форме Сыграл роль подсадной утки Им американцы воспользовались и пожертвовали Ради победы Чарльза Дженкинса Лидер гонки Ордельон Игнатьев теряет ход Его начинает обгонять Дженкинс, Херстен и немец Хаас Финиш 400 метровой дистанции Угол сквера возле национальной библиотеки Дженкинс Первый, Хаас второй Ордельон Игнатьев делит третье место с Херстеном Золотого подарка на свой день рождения не получилось Но и бронза стоит дорогого Медаль Ордельона стала первой олимпийской наградой республики Жизнь меня столкнула с Ордельоном Игнатьевым В общем-то это был уникальный человек Мы много времени проводили поход Уже свои работы вместе с ним И он очень интересные вещи рассказывал И я скажу, что вот Снять валенки и пробежать так, что через 60 лет Это профессиональные спортсмены не могут сделать Наши чувашские Это вот дорогого стоит Поэтому для меня Ордельон это все-таки Тот олимпиец Которому вот может быть Немножко не повезло Вот Он должен был подняться на высшую ступень Пятистал по очу Ордельон бежал по гаревой дорожке Нужно сказать, что выдающийся бегун Рекордсмен страны и чемпион страны в беге На 200 метров Атлет, могучий, красавец Все всегда отмечали Чувашская республика была именно так представлена И тем более быть бронзовым или серебряным призером на Олимпийских играх Вот Тогда было точно так же сложно, как и сейчас Это талант, врожденный талант Природа его наградила Отличными физическими данными для бега У него были длинные ноги Поэтому шаг был очень широкий Эх, если бы вы видели, как он бежал Когда я первый раз увидел Я орлот разинул и смотрел Почему? Вот люди бегут Он как будто по дорожке не бежит А плывет Шаг широкий И дальше Выше всех Это что-то было Бесподобное зрелище Его бег ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ